Итоги года ушедшего, а главное планы на будущее. Именно этим поделился глава Реутова Станислав Катров на встрече с ветеранами, депутатами городского совета депутатов и жителями округа. Мероприятие состоялось 10 февраля в молодежном культурно-досуговом центре. Прежде всего, руководитель муниципалитета подчеркнул важность прямого взаимодействия власти и людей. И мы должны слушать и слышать людей, потому что зачастую именно наши жители тонко чувствуют, что необходимо сделать в той или иной сфере. И наша задача вместе с нашими жителями, единой командой проводить эти изменения в жизни, обеспечивая высокий темп позитивных изменений. Грядущие в 2020 году изменения коснутся буквально каждого жителя Реутова. Например, повысит качество и удобство медобслуживания. Поликлиники будут работать и в субботу, чтобы людям не надо было отпрашиваться с работы. Кроме того, обновят медоборудование, в частности, тяжелое – мамограф, рентгенаппарат и флюорограф. Совершенно новая поликлиника на 750 посещений в смену появится на южной стороне Реутова. Ее строительство планируют завершить в 2022 году. А к первой поликлинике на Гагарина возведут пристройку на 250 посещений в смену. Сегодня уже завершены проектно-изыскательские работы. Строительство начнется уже в этом году. Бюджетные инвестиции составят более 400 миллионов рублей. За счет четырехэтажной пристройки общая площадь поликлиники увеличится почти в два раза – до 4700 квадратных метров. А количество пациентов – до 500 в день. Особое внимание власти города уделяют и сфере образования. Чтобы устранить дефицит мест в дошкольных учреждениях, в южной части Реутова уже в этом году начнут проектировать пристройку к детскому саду «Ивушка». Она рассчитана на 140 мест. А в перспективе их может стать еще больше. Также в 2020 году начнется разработка проектной документации на строительство детского сада на 250 мест в южной части города в 10-10 микрорайоне. Сейчас уже завершены работы по изъятию земельных участков у застройщика. Сформированы участки для строительства. Министерством образования Московской области согласована и утверждена технологическая карта строительства. В 2022 году на южной стороне города будет построена школа на 1100 мест. Разработка проекта заложена в планы на 2020. Кроме того, педагогам уже в этом году увеличат оплату за классное руководство. Она составит 11 тысяч рублей. Раньше была только 6. Начиная с нового учебного года, всех школьников с 1 по 4 классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Чтобы выполнить эту задачу, правительство Московской области выделит городу Реутов 53 миллиона рублей. Мне очень нравится здесь с голубой. Там очень вкусно кормят. Порядка 45 миллионов рублей выделили на создание профильных химико-биологических классов в школе номер 6. Там планируют разместить современные лаборатории, оснастить их цифровым оборудованием и микроскопами. Порадуют школьников и таким важным приобретением, как интерактивный анатомический стол. Называется он «Пирогов» в честь великого русского анатома и хирурга. Планы по развитию спорта прежде всего касаются окончания строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Старт». Здесь появится фитнес-студия, игровые залы и четыре бассейна, один из которых будет находиться под открытым небом. Здание планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Говоря об улучшении транспортной инфраструктуры, Станислав Катаров отметил планы по строительству 4-го московского центрального диаметра, а также созданию новых пешеходных маршрутов через путепровод и промзону. После ввода эстакады и закрытия переезда через ЖД-пути возникла также острая необходимость строительства пешеходного перехода из южной части города в промышленную зону. Мы направили обращение в Минтранс Московской области с просьбой обустроить пешеходные переходы в разных уровнях через железнодорожные пути на 16-м километре горьковского направления Московской железной дороги. Озеленение городского округа – еще одна стратегическая цель властей Реутова. Для этого создан специальный проект «Сделеный каркас». На его реализацию отведено 10 лет. Сейчас эти планы находятся на стадии разработки. Причем активное участие в ней принимают сами реутовчане. Ежегодный отчет главы посетил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. В заключении встречи он торжественно наградил почетными знаками за верность Подмосковью заместителя главы администрации Ольгу Репину и реутовскую спортсменку Людмилу Клобанову. А также знаками Московской областной думы за труды начальника управления образования Реутова Ивана Гетмана и председателя Совета ветеранов Валерия Нечая. На протяжении многих лет город занимает ведущие позиции в первой тройке лучших городов Московской области. Это возможно только достичь при слаженной работе всех и поддержке всех жителей города, это и работников предприятий, конечно, общественных организаций, наших ветеранов. Поддерживать статус лидирующего муниципалитета в регионе власти обещают и дальше. Для этого, подчеркнул глава Реутова, будут стараться работать на опережение, причем во всех сферах жизнедеятельности городского округа.